Книга «Открытым оком», том 8, тема «Работа», вопрос 2096. Но монашествующие все же выходили из своих затворов и показывали, что они истинные служители Христовы. Значит, не все же были противниками повеления идти в мир и проповедовать Евангелие. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Да, Бог иногда вытаскивал закупорившихся из их щелей, и движимые любовью они были похожи тогда на простых смертных, которые могут любить людей, говорить им о любви Божией, служить немощным. Деяние 16.9. И было ночью видения Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Такие примеры изредка встречаются. Беда еще в том, что потом монашествующие придумали, что епископами могут быть только монашествующие. О, сколько в этой области было тщеславия и карьеризма! Они шли, искали, захватывали, бились за кафедры. Этим добром перехлестывает во всех столетиях. Антоний Великий, память 17 января. По своей любви и доброй воле преподобный поистине был мучеником. Но хотя он и желал пострадать за имя Христова, мученичество, однако, не было ему суждено, так как Господь для пользы своего стада хранил учителя и наставника Антония. Он открыто обнаруживал свою преданность святым мученикам. Соединенный с ними узами неразрывной любви прислуживал им, когда они были в оковах. Сопровождал их на суд, являлся предлицом учителей и, не скрывая, что он христианин, прямо как бы домогался таким образом пострадать за Христа. Однако никто не осмелился поднять на него руку, потому что так было угодно Богу, хранившему жизнь Антония, которая была полезнее для людей, чем его мученическая смерть. Пахомий Великий, память 15 мая. Являлись иногда люди с худым настроением, души и с дурными навыками. Замечая, что их нельзя уврачевать, но что они могут своим примером развратить других иноков, Пахомий удалял их из своего общежития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова